Добрый день! Сегодня мы начинаем цикл передач по восточным практикам. И одной из самых популярных на сегодняшний день практики тайского массажа. И я вам представляю специалиста по тайскому массажу врача-реабилитолога с многолетним стажем Давыдова Бориса Олеговича. Добрый день! Борис Олегович, зная Вас как известного специалиста и преподавателя тайского массажа, хотел бы узнать, в чем, скажем так, суть, особенности тайского массажа и в чем отличие его от современных европейских систем массажа. Различие, наверное, принципиальное. На Востоке любая система пытается описать, чтобы это ни было человек или что-либо еще, всегда в комплексе целостности. И дискретности, разрыва между понятием здоровья человека, подложительностью его жизни и внешними условиями, включая макрокосмические условия, они не делаются. Наоборот, всегда попытка соединить, привязать как самочувствие, как здоровье человека, так и причины вознакновения любой болезни, прежде всего с внешними патогенными факторами. И гармонизация этих двух состояний, внутреннего и внешнего, является принципиально важным для любой восточной медицины. Не важно, это индийская традиция, тибетская, китайская или тайская. В Европе, как мы знаем, только последнее время, в частности, в техниках мануальных массажа, стали говорить о целостности, холистичности в подходе. И, к сожалению, мы до сих пор видим, что рассматривают болезнь отдельная от человека. В основе западной медицины лежит нозология, понятие некого состояния болезни, но нету состояния человека в целом. И, соответственно, любое воздействие, манипуляция, будь то терапия, хирургия или массажные техники, они рассматривают с удобным им стороны, а не с точки зрения самого человека, процессов физиологии, поздравления. А какие задачи решает тайский массаж для конкретного человека? Как это все происходит? Обучение, может быть, тайскому массажу в вашей школе? Ну, я думаю, что по поводу обучения в институте восстановительной медицины можно, во-первых, прочитать очень много информации на сайте или в различных формах, контактных группах. А вот то, что касается непосредственно самого процесса обучения и понятий тайского массажа, я думаю, да, цикл наших передач должен вызвать интерес у наших зрителей и в том числе обучающейся аудитории. И, безусловно, давайте попытаемся рассмотреть так, чтобы это было понятно для людей, что такое тайский массаж. Вообще, очень много спекуляций, наверное, существует до сих пор и в нашей стране, и в мире по поводу, что же такое тайский массаж. Ну да, почему-то у всех такое впечатление, что это связано с Бангкоком, какие-то непонятные массажные салоны, такого двойственного содержания, и, по-моему, стирается сама суть массажа. К сожалению, это возникло неблагоприятный период жизни для этого региона. В частности, затянувшиеся индокитайские войны привели к тому, что, с одной стороны, весь мир узнал о культуре Таиланда, о медицинской культуре, о тайском массаже, да и само понятие появилось «тайский массаж», которое, в принципе, как такового-то и не было понятия традиционно. А с другой стороны, извращение произошло. Культура приводит нас как и к высоким достижениям, так и к уничижению. Закрепилось мнение в нашей стране, что тайский массаж – это либо что-то очень такое, чересчур публичное, подверженное, скажем так, можно получить процедуру где-то на улице, где-то на пляже, и это несерьезное, либо это связано с индустрией развлечения, с порнографией, с проституцией, что, опять же, абсолютно никаким образом не соответствует истине. На протяжении двух с половиной тысяч лет традиция была жестко заключена как монастырская традиция, и вся система аюрведы, она непосредственно связана и с передачей буддистского учения, как в Индии самой, так и во всем регионе, в частности, в Таиланде. И до недавнего времени это передавалось исключительно как древняя медицинская, но монастырская традиция. — То есть Вы хотите сказать, отличие не только в какой-то структуре движений, в механике, но и какая-то духовно-энергетическая составляющая тайского массажа? — Совершенно верно. Основа прежде всего в духе, в духовной линии. Ибо на Востоке со времен Будды Шакеамуни люди пытаются не изменить мир вне себя, сделать его удобнее, комфортнее, а изменить самого себя, чтобы ты внутри эволюционизировал. Соответственно, никто не идёт просто за лечением, неважно, это будет врач или это будет священнослужитель, хотят получить комплексное состояние, целность и духа, и тела. Мы уже как бы говорили о системе подобных ценностей. Ну, чтобы было, опять же, понятно, массаж тайский и тайская культура — вещь неразделимая. Тайский массаж практикуют везде — дома, практикуют в салонах, в медицинских клиниках, в монастырях. Но это проявление культуры, а не бескультурия. И на самом деле это очень серьёзная медицинская процедура, если правильно понимать, что же происходит в процессе так называемого тайского массажа. Вот хотелось бы узнать, Вы на протяжении длительного срока преподаете тайский массаж. Вот в чём отличие Вашего преподавания, скажем так, от других школ в России? Преимущества, может быть, какие-то недостатки или сложности? Как Вы сами считаете? Потому что у нас отзывы. О недостатках, пускай судят другие, как и, в принципе, о достижении. В нашем институте не только является один тайский массаж дисциплины преподавания, есть и многие юридические дисциплины и практики цигуна. И очень интересно видеть, как каждая из этих дисциплин где-то по-своему объясняет, но есть общая платформа. Мне бы хотелось сказать об этой общей платформе и о том, что, в принципе, как раз с медицинской точки зрения отличает тайский массаж от, скажем так, системного подхода на Западе. Да, это очень интересно. А вот Ваши студенты в конце курса, что они могут реально, кроме того, что, может быть, какие-то механические навыки, движение руками, повторение за Вами? Конечно же, важно знать технику массажа. Массажная техника, никто не будет отрицать, является важнейшим компонентом. Но компонентом чего? Что мы хотим достичь в результате тех или иных манипуляций? Если западный массаж, как считается, восстанавливает, скажем так, некие силы, или часто мы видим, что обращаются по поводу, скажем так, массажа, чтобы убрать что-то лишнее, то, что вредит, нам мешает, нам не нравится. Вот. Ну, плюс к этому есть и спортивный массаж, никто не отменял медицинский массаж, что детский, что для взрослых. В Таиланде массаж – это культура оздоровления, прежде всего, духа. От чего зависит дух? Дух, конечно, зависит от правильного понимания, что это такое состояние тела и состояние энергии. То есть три составляющие, на которые происходит целительное воздействие. Состояние ума, состояние энергии и состояние тела. И о каждом из этих состояний можно говорить достаточно много отдельно. Вот. То есть можно работать как с умом, так и с энергиями человека. Это каналы, это чакры, так и с телом. И если это тело, мы рассматриваем только мануальную технику, тогда тайский массаж можно было бы назвать как мышечно-сухожильный массаж. Еще он известен как йога для двоих или йога-массаж. Спасибо. Достаточно интересная информация. Борис Олегович, хотелось бы узнать исторические корни тайского массажа, откуда он появился, как распространялся. В Таиланде есть такое понятие «отец-доктор» или «отец-кумпарадж». Это имя, как считают сами тайцы, реально существовавшего человека, жившего во времена Будды Шакиямуни, врача одного из Махарадж Индии, который принял учение Будды и в течение очень длительного времени следовал за ним в составе его санхи. По уходу Будды Шакиямуни доктор Кумарадж, считается, прибыл из Индии в Таиланд, где и начал преподавать медицину, лечить людей и основал школу, буддистскую медицинскую школу. В принципе, эти данные где-то соответствуют историческим данным, поскольку период появления в Таиланде буддизма как раз это второй век, подтвержденный. Также есть неоднократно в южных традициях подтверждение о том, что действительно существовали люди в окружении Будды медицины, которые занимались медициной, и в частности упоминается некого доктора Кумараджа. Есть разные переводы с палийского его имени, но как бы однозначно история подтверждает, что этот человек был, и от него зародилась эта удивительная традиция. На протяжении длительного времени, то есть двух с половиной тысяч лет, она дошла до нас, но, скажем так, с не очень сильными искажениями. Безусловно, если мы будем сравнивать сегодняшнюю индийскую и аюрведическую традицию, буддистскую традицию, так скажем, не направление, скажем так, индуистских различных линий, а именно буддистскую, то можно увидеть, что общие корни, общие черты роднят и с индийской, и с китайской традицией. В частности, это учение и о каналах, и общий подход в работе с телом, методы работы, методы точечного массажа, линейного, меридианного массажа. Это то, что может объединить сегодня такие удаленные, в принципе, страны и регионы, как и Японию, и Корею, и Вьетнам, и Китай, и Тибет, и Таиланд. Ну, скажу так, и во многих других странах подобные традиции тоже представлены. То есть это нет, не есть нечто уникальное, что может принадлежить только Таиланду. Вот Вы сказали, что традиции тайского массажа связаны с буддистской культурой. Были ли эти техники закрытыми, ну, может быть, только в монастырях, и где это всё преподается? В чём особенности? Тайский массаж в Таиланде знают все, даже дети им владеют. Но, конечно же, это не в полной мере тот массаж, который известен в медицинских центрах, в институтах. Все практически институты традиционно были связаны с монастырями, и как бы сегодня эта традиция поддерживается. Но, к сожалению, каждая страна имеет периоды взлёта и периоды падения. Период падения Таиланд пережил более 200 лет назад, когда приблизительно в 1863 году дружеские соседи захватили эту страну, и в течение полувека она была под гнётом. Только после освобождения тайцы попытались восстановить полностью всё-таки, что же у них было, что было утеряно, и оказалось, что утеряно было очень много. Но и того, что было сохранено, достаточно, чтобы традиция была живой. Известно, что король Рама Третий приблизительно в 1830-х годах построил несколько храмов и несколько монастырей заложил, и в одном из них специально было создано, собрано все свидетельства, которые дошли до того времени, письменные свидетельства, и чтобы уже ничто не пропало, ничто не сгорело, их стали увековечивать в камне и также в скульптурах. Конечно же, это не легенда, это действительно можно увидеть, но не всё так просто. Культура очень сильно пострадала. И возникает вопрос, мы имеем сегодня автохроническую традицию, или что-то другое имеет, какой-то микс? Часто задают вопрос, Таиланд, он однородная страна? Конечно же, это огромная страна, вообще по сути, это традиционно семь княжеств, семь королевств, которые были объединены под императорским престолом. Периодически династии менялись. Важно другое, что на третью часть Таиланд – это страна, в которой живут китайцы со своей традицией. Но что удивительно, если в таких странах, как Сингапур, даже, скажем, в Европе, в Америке, китайцы приносят и создают чистую китайскую культуру, то, несмотря на такое количество китайцев в Таиланде, мы имеем тайскую культуру. Опять же, вопрос, кто такие тайцы. Есть мнение, что тайцы – это тоже одни из древних переселенцев из Китая. Ну, не вопрос, не в этом. И сам Китай неоднороден, это гигантская страна, в которой проживает огромное количество народов, как на территории бывшего Советского Союза. Это и монголы, и на юге тибетцы, и так далее. Не в этом дело. Дело в том, что сегодняшняя тайская медицинская культура, и как бы я вот лично этому свидетель, это настоящая культура, которая в полной мере является продолжательницей линии своих отцов, ни духовно, ни энергетически, ни в техническом плане, ни оторшедшая. И если что-то было потеряно, то, я думаю, это что-то было и возвращено. Ибо в этом мире, как считают на Востоке, ничто нельзя просто так найти, нельзя просто так потерять. Всему есть причина, это закон кармы. Сегодня мы должны говорить о тайском массаже. И что бы еще интересного нашим зрителям хотелось услышать? Ну, может быть, связь китайской культуры с тайским массажем, если она прослеживается, конечно. Вот я, например, был в Индии. Там тайский массаж достаточно нераспространен, он встречается только в отдельных местах. Вот с чем бы вы это связали? Ну, опять же, с удивительными особенностями духовной жизни тайцев, где, с одной стороны, все практикуют тайский массаж, с другой стороны, он все-таки не стал абсолютно утилитарным, ну, за исключением места, где очень много, где туристы составляют большинство. Во-вторых, есть две направления, два школы, северного и южного. Как вы понимаете, северный, он ближе к Китаю, и он действительно как-то, сами техники напоминают китайские техники, и южный, он, считается, сохранил более древнее тайское значение. Но не это, абсолютно не это важно. Что все эти техники вообще роднят, и с теми же китайскими техниками? Вот этот целостный подход, о котором мы вначале говорили, и что он из себя представляет с точки зрения, скажем, много говорить непонятных слов, используя термины юрведы, буддистских учений и так далее. Попробуем поговорить как врач с врачом с точки зрения европейской медицины. Но, опять же, может быть, это наукообразно будет, но я думаю, нас поймут. Откуда берутся все болезни? Антон Владимирович, известно древнее выражение со времён Гиппократа. Все болезни возникают от нервов. И вот очень интересно, ещё во времена Будды Шакемуни, объяснили это состояние, этой болезни. Причём это можно объяснение сегодня услышать в разных текстах, в разных традициях, взять Северный Китай или Бангкок. Ну, представим маленькую ящерицу, которая греется под солнцем. Она увидела муху, и первый рефлекс, который у неё возник, это импульс от её маленького мозга к её маленьким ножкам. Цель этого – схватить несчастную муху и съесть. Представим, вместо мухи села большая птица-цапель. Реакция та же самая. Те же рефлексы идут от головного мозга к ногам. Все те же лица, ящерица нет, она убежала. Несмотря на огромную эволюцию, отличающую нас, людей, миллиардами лет от примитивных форм жизни на нашей полотенце, по существу ничего не изменилось. Мы знаем, что у нас тот же самый продолговатый мозг, в котором те же центры кровообращения, дыхания и основных мышечных реакций. И когда мы выходим на улицу, мы попадаем куда-то, например, на работу, мы видим радостные улыбки наших коллег и руководителей. У нас те же самые происходят процессы. Мы либо хотим броситься к ним, либо быстро спрятаться. Каждый день с утра, с первого звонка нашего будильника в 6 часов и до поздней ночи мы переживаем стрессы. Мы за рулем переживаем стрессы, мы в метро переживаем стрессы. Стрессы просто так никуда не уходят. Они откладываются прежде всего на мышцах наших. Чем это вызвано? Это вызвано внутренней реакцией выжить в этом мире. И мы думаем, что стресс прошел, мы выпили валерьянки, в конце концов мы съездили на курорт горнолыжный, все хорошо. Нет, ничего хорошего не происходит. У нас очень много нейронов, по которым идут каждую секунду импульса. У нас 20 ядер, и в каждом ядре до миллиарда этих нейронов, которые образуют ежесекундно между собой связи. Устойчивые связи забирают на себя очень много энергии. На самом деле, та энергия, которая, как путь от нас на Востоке, и заставляет наши механизмы останавливаться, стареть, болеть, и в результате наступает смерть. По большому счету, если бы наши энергии на 100% работали так, как должно быть, как у маленького ребенка, которому не объяснить, что такое таблица Менделеева и правила дорожного движения, по идее, мы не должны стареть. Мы достигаем уровня 8-9-летнего ребенка и живем до бесконечности. Но нам объясняют, что такое право, что такое лево, что такое хорошо, что такое плохо, и эти концепции начинают забирать нашу энергию. А когда мы столкнулись с реальными стрессами по жизни, мы смотрим телевизор и радуемся, что происходит в этом мире, у нас очень маленький КПД. Вся энергия уходит на ненужные связи. И эти связи сегодня называют паттернами. Известное уже в медицине английское понятие, которое объединяет в себе несколько составляющих, в том числе это связи. Связи нейронные и мышечные. То есть это пути, куда энергия уходит постоянно от нас. Она не уходит вовне, она внутри нас. Она находится там, где она не работает. И таким образом мы, кроме потери жизненной энергии, есть такое понятие на Востоке жизненная энергия и продолжительность жизни, от которой зависит. Также есть понятие защитная энергия и способность противостоять патогенным внешним факторам. Плюс к этому есть еще просто понятие концентрации патогенной энергии. Вот когда наши паттерны уводят энергию, допустим, в зоны крупных мышц, там возникают не просто накопления энергии, что, кстати говоря, очень хорошо описано в китайской медицине. Учение Дао и Ньянь – это как раз то самое. Допустим, в Таиланде об этом меньше говорят, хотя есть... Василий Олегович, Вы коснулись энергетической составляющей тайского массажа. Не могли бы Вы рассказать поподробнее об этом? Что интересует? Работая с аспеком внешних энергий, внутренних? Ну и аспеи внешние, внутренние. Как Вы себе это представляете, как это происходит? В традиционном тайском массаже любое действие начинается, прежде всего, с обращения. Обращение это может быть как к доктору-основателю Кумпарадже, также это может быть обращение традиционно буддистское к трём драгоценностям Будде, Дхарме, Ксанге. И для этого применяют различные методы, самые распространенные. Это непосредственно сама молитва и подношение благовоний, светильников, цветов, воды. Ну, достаточно разнообразные ритуалы. Хотелось бы особое внимание заострить именно на подношении благовоний и какие используются для этого составляющие. На Востоке, в Китае, в Индии, в Таиланде очень распространены благовония на основе можжевельника и пихтовых. Вот у нас как раз на столе стоит, я вот не знаю, как это правильно называть, очень красивое приспособление, из него идёт дым. И вот не могли бы Вы поподробнее рассказать, и как это используется, может быть, в практике тайского массажа? Да, она называется «Курительница для благовоний». А дым, совершенно верно, это необычный дым, это подношение. И как раз, я могу показать, это благовоние на основе можжевельника. Ну, здесь используется наш отечественный бурятский можжевельник, шесть видов из Алистинской долины. Кстати, очень хорошее средство для людей, которые часто страдают простудными заболеваниями, вообще для ослабленных людей. Действие у можжевельника необычайно на внешней энергии, считается, он отбрасывает все негативные энергии, различные демонические влияния, или патогенные факторы, говоря языком восточной медицины. Эфирные масла, которые выделяет можжевельник, это не обязательно может быть сушеный можжевельник, как в СНЗ. Это могут быть просто масла, которые можно купить во многих лавках нашего производства. Они, эфирные масла, убивают вирусы, гриппа, прежде всего, те структуры, которые могут быть вокруг нас, которые никакими лекарствами другими не уничтожаются, ни антибиотики, ни что практически не может убить вирус. Если мы воскулили наше помещение дома, где-то еще, где мы часто находимся, можжевельником, это будет серьезная гарантия для того, что мы будем реже болеть. А наши дети, которые могут быть ослаблены зимой, не так же переставлять болеть. Но в данном случае это традиционная, восточная буддистская традиция. И, поднося Будде благовоние, мы просим его, чтобы он благословил нас, наших пациентов, на исцеление, на проведение работы, тем, чтобы все болезни, негативные обстоятельства, они не обязательно могут быть связаны только со здоровьем. Это может быть проблема в семье, на работе, политическая ситуация или засуха, наводнение, чтобы эти все препятствия были преодолены. И таким образом мы усиливаем наши энергии и можем работать непосредственно уже самим человеком. Но ведь кроме буддийской традиции существуют и другие религиозные концессии, христиане, мусульмане. Им тоже придется поклоняться Будде? Или, может быть, для них существуют альтернативные варианты? Поклоняться кому-то никто не заставляет. Понятно. Если ты веришь в кого-то, ты и совершай подношение этому существу или к тому, что ты веришь. Если большая часть наших жителей нашей страны вообще ни во что не верят, они являются атеистами. Но, с другой стороны, у них есть какие-то свои принципы, какие-то основы, которые, может быть, они не озвучивают. Но наверняка есть то, к чему они рано или поздно обращаются, особенно, когда трудно в жизни. Я думаю, что каждый разберется с тем, у кого у него есть связь, и каким образом он может усилить эту связь. В данном случае мы говорим о том, что через связь с некими высшими силами, назовем это космосом, абсолютом, кем бы это ни было, мы устанавливаем тем самым связь с этим человеком, существом, и пытаемся решить наши задачи. ничем от обычного похода в церковь с подношением свечки и молитвой животворящей, эта процедура не отличается. Только в данном случае она может происходить дома, на рабочем месте, там, где осуществляется это церковь. Вот хотелось бы узнать, каким образом в вашей школе при обучении слушателей вы передаете традиции, вот именно энергетических практик, может быть, подготовка к проведению тайского массажа, может быть, я не знаю, что-то покажете, до передачи вы мне нитку, так сказать, навязывали, я бы хотел, чтобы вы поделились со всеми зрителями. Происходит обучение в соответствии с традиционными тысячелетними канонами. Я думаю, что для этого надо посетить курсы, чтобы узнать и получить это. Сейчас важно, наверное, сказать, что в обучении большое внимание уделяется личной защите. Вообще, это на Востоке, и в частности с тайским массажем, не просто связана, это принципиальная, базовая техника, когда человек должен быть защищен от неблагоприятных влияний другого человека, не отдать свою энергию, не потерять, не передать патогенные факторы, естественно, не забрать их. Поэтому применяются различные техники защиты. Они вообще должны присутствовать у человека, и на Востоке огромное количество амулетов. В последнее время в нашей стране появилось огромное количество разных амулетов, и христианского толка, и вообще неизвестно, откуда взявшихся. Не будем сейчас это обсуждать. Скажем, с медицинской точки зрения, каким образом может в процессе массажа один человек быть защищен на другом. Иметь гарантию того, что как минимум не нагребит. Ну, прежде всего, техника европейского массажа – это мышечная техника, когда правильно ставится рука и используется мышечная сила. Но это имеет как бы определенные преимущества в плане достигнуть некого быстрого результата, решить какие-то вопросы, но и имеет огромное количество негативных моментов. Мышечная техника – это передача мышечной энергии. Это на Востоке считается не есть хорошо. Мы теряем очень много в любом случае. Как же работают в тайском массаже? Независимость это будет северная или южная школа. Прежде всего, воздействие оказывается путем надавливания с помощью веса. Почему это важно? Основа в тайской технике отдаётся надавливанию рукой, пальцем, ну, не важно. При соблюдении определенных условий мы действуем под силой тяжести своего тела. Это также касается скручивания, растяжения. Мы не применяем, как по возможности, мышечную силу и стараемся держать спину, общее положение руки, конечности прямыми. Почему это важно? Потому что в процессе массажа он длится 2-3 часа. В это время массажист пребывает в состоянии медитативном или близко к медитативному. Он может, точнее, должен начитывать молитву обращения или тхараньи мантры, которые очень распространены на Востоке. Например, мантру Будды медицины. И важно, чтобы в этот момент и состояние ума, и энергии этого человека были в таком положении, чтобы беспрепятственно энергия могла передаваться человеку, которому подлежит исцеление. Это дополнительное воздействие. Кроме воздействия на мышцу, мы достигаем передачи энергии через каналы, что позволяет дополнительно устранить препятствия на пути внутренней движения энергии, устранить препятствия внутри чакры и создать возможность внутренней гармонизации энергии. То есть, в последующем, после окончания массажной техники, человек будет сам перенастраиваться. И в течение довольно-таки длительного времени этот целительный эффект будет сохраняться. Более того, человек, который находится под массажем, он тоже будет пребывать в неком, скажем так, полгипнотическом состоянии медитационном. Это очень важно для его релакса. А в качестве защиты, да, здесь мы можем показать, я думаю, будет это не лишним, как происходит один из элементов защиты с использованием обычной красной нитки. Вообще-то бы важно. Вот какая-то нитка. Цель данной техники в том, чтобы защитить один из важнейших каналов. В Китае это называется канал управителя трех обогревателей или канал тройного обогревателя. В тайской технике это также рассматривается как один из сценов, ручных сценов. И с функцией этого канала связана как раз защитная функция мышечно-сухожильных каналов, по которым течет внешняя защитная энергия человека. Считается, если больше будет в этих каналах энергии, то мы будем сами сильнее, активнее и будем сильнее противостоять внешним патогенным факторам. А в момент массажа это будет защищать и массажиста, и массируемого от передачи негативных болезотворных энергий, которые, как считается, находятся в определенных тоже местах человеческого тела, в определенных чудесных каналах. И при контакте может произойти передача патогенного фактора. Чтобы это отсечь, применяется обычная красного цвета нитка, которая повязывается на безымянный палец. С молитвой, если вы не против, обращение в данном случае к будде, медицине. Ну, я бы хотел узнать, а вот если христиане, то к кому обращаться? Не все же знают тибетский язык и в году медицины. Ну, я думаю, в христианстве, в этом случае православном, очень много молитв святым. И, соответственно, я думаю, если у человека уже установлена связь, то есть вопросов нет. Если он на пути, ну, у каждого нормального христианина, наверное, должен быть нормальный духовный проводник, попросту говоря, священнослужитель. Я думаю, эти вопросы без нас могут решить. А в данном случае я могу показать так, как это делается традиционно на Востоке. А в данном случае я могу показать так, как это делается традиционно на Востоке. Ну, вот, теперь, Антон Владимирович, вы абсолютно защищены от всех внешних негативных воздействий. Поскольку эта нитка несет определенную информацию, то и носить ее стоит не в течение одного сеанса проведения массажа, но какое-то время, это может быть несколько дней, неделю, месяц. Ну, вот, лично я ношу несколько лет. Вы знаете, как-то все лучше и лучше становится. То есть славянская традиция, это называется оберег, насколько я помню, да? В том числе, в том числе оберег, да. И при этом неважно, прочитали вы мантру Будды Медицины, или Отче наш, или Богородица, все равно это работает. Даже Богу Тору. Да, главное, что вы в это верите и серьезно к этому относитесь, как я понимаю. Да, эффект связан с тем, что мы передаем часть своей защитной энергии этому оберегу. Соответственно, он начинает у нас работать. Но сильнее работает тогда, когда происходит связь. Какая связь? Допустим, связь вне времени, но внутри традиции. В Таиланде эта связь выходит к доктору-отцу-основателю Кумпараджи, соответственно, через него и к самому историческому четвертому Будды Шакьямуни, а от него ко всем Буддам десяти благих направлений света. Вы очень интересно сказали о традициях. Традиционное обучение подразумевает передачу традиций, каких-то навыков непосредственно от учителя к ученикам. Вы не могли бы рассказать, как происходит это в Вашей школе при обучении тайского массажа? В институте восстановительной медицины есть утвержденная программа, есть методические пособия, и эту программу можно прочитать на сайте института. В соответствии с этой программой происходит обучение. Безусловно, что традиция многообразна, много чему можно научить и передать. Но есть учебное пособие, есть необходимый объем утвержденных знаний, в которые входят не только физические техники, но и техники по самоздоровлению, по медитации, дыхательные техники, техники работы с внешними и внутренними энергиями. Да, обо всем этом идет разговор, идет обучение и в конце экзамен. Ну, значит, это получается принципиальное отличие Вашего обучения от других школ, что Вы даете не только механические какие-то движения, но и какие-то энергетические навыки своим ученикам. Вот в этом как раз и состоит традиция передачи от учителя к ученикам. Как Вы считаете? Наверное, хвалить свои учебные заведения не стоит, не так поймут. Но да, в нашем учебном заведении, скажем так, это институт, и мы готовим полноценных специалистов, снабжаем их не только знаниями, техниками, и разной информацией, и печатными, и видеоматериалами. Я думаю, что все, кто выходят из стен этого учреждения, становятся полноправными членами большого братства целителей, массажистов. Ну, как себя будет человек позиционировать, это уже второй вопрос. Я бы хотел остановиться отдельно на особенностях обучения в институте восстановительной медицины. Да, у института восстановительной медицины есть свои приоритеты обучения, которые его отличают от других школ. Одними из первых в России мы внедрили систему очно-заочного обучения. В чем ее особенность? Студент не просто приходит на занятия и впервые слышит о тех темах, которые будут изучаться, а заранее, за какое-то время, ему даются учебные материалы в электронном виде, в виде на магнитном носителе, либо книжки, плюс обучающий видеофильм. Заранее он его просматривает, получает общее представление о тех методиках, о теории, практике изучаемого массажа. И далее на самом занятии происходит уже оттачивание тех приемов и навыков, которые показаны в учебном видеофильме. Само занятие состоит вовсе не из лекций, а из короткого семинара по типу лекций-семинара, где в течение буквально 20 минут дается повторение того материала, который слушатели просмотрели на электронном носителе в виде печатных материалов или увидели в видеофильме. И далее основное внимание уделяется практике. Практика, практика и еще раз практика. Соответственно, каждому студенту высвобождается дополнительное время для того, чтобы отработать те приемы, которые вы изучаете. Поэтому в связи с тем, что отсутствует лекция, преподаватель имеет возможность гораздо больше внимания уделять каждому студенту. И благодаря этому люди могут качественно и в совершенно другой форме получить итоговые знания и умения, благодаря которым они смогут использовать это в своей повседневной деятельности. Также в чем плюсы видеоматериалов материалов и конспектов в печатном виде, что в прошествии какого-то времени слушатели через год, через пять, через десять лет могут еще раз посмотреть их, вспомнить последовательность приемов, а саму механику, сами ощущения движения им будут уже, так сказать, с помощью преподавателя переосвоены на самих занятиях. Борис Олегович, я бы хотел узнать ваше мнение о такой системе обучения и как вы это видите на ваших занятиях по тайскому массажу? Видимо, именно так, что человек должен быть подготовленным, знать, куда он идет, зачем он идет, какие знания, какие навыки он хочет приобрести, а не просто прийти, послушать и потом определяться. В соответствии с этим институт подготовил очень много материалов на разных, как вы сказали, носителях, и это является, наверное, определяющей чертой, что в основном практика, а все остальное факультативно, домашние задания и строгий экзамен. Только таким образом можно получить сертификат и диплом международного образца. Также особенностью обучения в институте является наслоение практик. То есть, например, сегодня мы проходим один прием, завтра мы проходим следующий прием и повторяем предыдущий. И так непрерывно идет наслаивание, 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 благодаря чему к концу обучения все студенты имеют механические навыки, с которыми они всю оставшуюся жизнь будут практиковать свой массаж. Борис Олегович, возможно ли достижение этих целей за достаточно короткий срок, в течение, скажем так, 15 или 20 часов обучения? Как Вы считаете? Безусловно, весь массаж, все виды техник невозможно за короткое время изучить, постичь, тем более на глубоком уровне. Но с другой стороны, также известно, что ни один профессор или академик не научит, если сам студент не будет этого хотеть. Поэтому должна быть а, мотивация четкая, и б, хорошо подготовлены именно процесс преподавания, где ставка делается не на этаких светил в своей области, а на отлаженный механизм, который каждое звено выполняет свою функцию и к тому же взаимозаменяемо. Поэтому никаких проблем не возникает. И мы готовим качественный продукт, скажем, за короткое, сжатое время, не размазывая все это до бесконечности. Наши студенты овладевают необходимыми навыками. Прежде всего, они знают принципы и методы, с которыми работают. Безусловно, они получают большое количество практических вариантов ведения массажной техники. А в жизни реально используется достаточно малое, ограниченное количество приемов. как и везде. Неважно, это массажные техники или какие-то боевые дисциплины, где можно как-то использовать один-два, изучать десятки. Да, я с Вами согласен. Спасибо. Борис Олегович, не могли бы Вы поподробнее рассказать о медицинских аспектах воздействия тайского массажа на организм пациента? Польза от проведения тайского массажа поистине огромна. И это связано с комплексным подходом в работе. Во-первых, с применением, как на Востоке говорят, трех уровней. Уровня сознания, энергии, тела, приведения их к единому знаменателю, рабочему знаменателю, когда энергии гармонизируются и включается процесс саморегуляции, самовосстановления. Во-вторых, это возможно только при правильном понимании и комплексном подходе в самой систематике проведения массажа. Мы говорили о том, что прежде всего применяются методы защиты энергетические, внешние, внутренние. Ну, а каков механизм самой техники массажа и какова, скажем так, теоретическая база, с которой врачи и целители на Востоке начинают свои манипуляции. В чем принципиальное отличие методологии западного массажа и целительных техник от комплексного метода на Востоке. В данном случае можно сказать, что это не только приемлемо к проведению массажа тайского, но и аюрведического в целом, будь это индийский или китайский массаж, потому что везде один и тот же метод включается. И к чему в первую очередь апеллируют? К источнику, скажем так, болезни. Мы говорили о том, что есть внешний неблагоприятный фактор в виде различных патогенных влияния. внутренний источник, почему патогенный фактор способен доставить человеку неприятности, возбудить болезнь и даже сократить жизнь, прервать ее. Об этом в свое время очень много знали и лечили и в Европе, и в частности в нашей стране до того момента, когда появились заводы, производящие лекарства, появилась гигантская индустрия, которая, как мне кажется, заинтересована не в исцелении человека или нации, а в получении ферк прибыли. Коммерсализация уничтожила духовную часть целительных техник, которые были на территории славянских государств. И вот сегодня, я думаю, что не особо-то отличались в древности методы целительства в Европе, в частности в нашей стране от Восточного, взять утраченную технику физвокализа. Сейчас вообще не знают, что это такое. А ведь были энергетические методы и техники, было очень много. Но по поводу тайского массажа. В качестве небольшого отвлечения хочется опять же сказать, что со времен первого курса института нам говорили с улыбкой, все болезни происходят от нервов. Якобы это изречение самому Гиппократу принадлежит. Не знаю, что говорил Гиппократ по этому поводу. Думаю, что где-то там причина есть. Каков сегодняшний взгляд современной медицины на это утверждение? Ведь можно это услышать и не только от врачей, от бабушек, что все болезни от нервов. Действительно понервничал и заболел. Так что ли? Ну, да, если это болезнь нервного характера, и человек потом пьет валерьянку и говорит, вот на работе, вот в машине произошел стресс. Ну, а как это все с точки зрения физиологии, современных достижений физиологии объясняется? Объясняется, в самом деле, очень просто. Объясняется таким образом, что в коре нашего головного мозга огромное количество ядер ежесекундно описывают всю ситуацию, которая происходит вокруг нас. ядра образуют устойчивые связи, когда возникает стресс, эта связь не распадается, это называется паттерном, и каким образом он работает? Много механизмов, которые в нем включаются, мы сейчас рассмотрим один из них, который наиболее важен в плане массажной техники. Паттерн всегда имеет начало, это эмоция, это анализ внешней какой-то ситуации, он имеет свою базовую структуру, это ядра головного мозга, которые приняли участие, 20, как правило, ядер, каждая из которых содержит до миллиарда нейронов, каждый нейрон имеет десятки ответвлений, и даже трудно представить, какое количество таким образом может быть связей между нейронами, которые каждую секунду в течение дня, года, жизни мы устанавливаем, и все эти импульсы, они передаются не куда-то, они передаются по телу, они транслируются, например, на конечности, и в прямом смысле оседают на наших мышцах, таким образом в конце дня мы чувствуем не просто усталость, хотя фактически мы немного-то и двигались, мы немного работали, мы сидели где-то в офисе, в машине, еще где-то, а такое состояние, как будто мы неделю грузили вагоны угля, почему? Потому что стресс отражается сразу же на наших мышцах, а также он отражается на гуморальной системе, на внутренней среде, а мы состоим на 80% также и жидкости, и внутренняя среда, гомеостаз, это и условия, при которых мы можем нормально функционировать, все это учитывается, как ни парадоксально, в древних техниках тайского массажа, видимо, действительно, Будда передал сокровенные знания, благодаря которым были построены удивительно простые в использовании техники, но которая обладает огромным целительным эффектом. Как же можно человека излечить от многих болезней, тем более отчасти из них мы можем не догадываться, ежедневно накапливая стрессы, накапливая патогенные внутренние факторы, там, где энергия останавливается, там останавливается кровообращение, и возникают разные болезни, например, кисты или опухоли, и в этих местах рано или поздно могут возникнуть онкологические болезни, то есть практически все болезни имеют начало в определенных протоколах, которые возникают в ядрах нашего головного мозга, которые не разрушаются, и даже на уровне энергии, если мы будем рассматривать, КПД нашей внутренней энергетики должно соответствовать 100% энергии, а на практике это 20-30, куда девается эта энергия, куда она уходит, как вы думаете? Ну, достаточно сложно сказать, но как раз в ваших словах прослеживается связь между восточной и западной медициной, соответственно, вы объясняете какие-то энергетические аспекты связи с биохимическими процессами, происходящими в организме, и это очень интересно, и это стирает тот мистический туман, который окутывает порой восточные практики, что все объяснимо, все просто и логично. Конечно, энергии никуда не рассеивается, ниоткуда не приходит, никуда не исчезает, вот она просто, я считаю, как сказать, перемещается внутри, накапливается и накапливается где-то. И это может и быть внутренним патогенным фактором. Так, каким образом его достаточно легко и эффективно можно изгнать, каким образом можно перераспределить энергию? Ну, прежде всего, восточная медицина говорит о том, что у нас есть чакры, это энергетические центры, более того, это центры сознания, есть главные чакры, есть вторичные чакры, и каналы или линии, которые их соединяют. Мы часто знаем и слышим про китайскую меридиональную систему, индийскую, тайской медицине это рассматривается как сцены. 72 тысячи каналов, сцены также присутствуют, если это учение есть, оно не утеряно, и именно благодаря пониманию движения энергии строится медицинская практика. Что на практике осуществляется? Если мы возьмем обычный массаж, классический, европейский, какой бы это ни был, это прежде всего расслабленное тело и воздействие на это тело путем разнообразных мышечных, то есть силовых приемов со стороны массажиста, что уже по себе на Востоке считается, ну, скажем так, неприемлемо, поскольку и затрачивается энергия массажиста, и возникает возможность для патогенных факторов. Второе, как врачи мы понимаем, что подобной техникой не так, что уж много можно добиться, можно усилить некие обменные процессы, межсконевая жидкость приходит в движение, я не могу сказать, что уж так приемлем слово, лимфодренаж, это спорно существует ли он вообще, но обменные процессы в целом улучшаются, и главное, если эта мышца напряжена была длительное время, особенно у спортсменов, то выведение кислот из нее, это всегда благополучно, но на этом список-то, собственно, Галина Антон Владимирович, полезного воздействия и заканчивается, а вот что предлагает нам тайский массаж в своей систематике, как вы думаете? Да, есть какие-то специфические техники, которые принципиально отличают тайский массаж от известных нам европейских техник, но со стороны наблюдая, я видел, например, скручивание, вот вы не можете сказать, в этом одна из хитростей, что мы делаем не с расслабленным телом, расслабленным является массажист, он максимально создает условия для движения своей энергии, но массируем совсем другая ситуация, огромное количество скручиваний приводит прежде всего к ограничению функции мышцы, мышца напряжена, а если мышца напряжена, что возникает? Эффект обратного паттерна, опять же, уже от мышцы идет импульс к ядрам головного мозга, возникает обратный эффект, и этот эффект я бы назвал эффект буриданного осла, ядра работают, огромное количество паттернов образовалось, восстановило свою работу, а действия не происходит, ну, представьте, полминуты, минуту, две минуты мышца спазмирована, и в этот момент на нее происходит достаточно сильное массажное воздействие, оно может быть не только руками, это может быть и локоть, и колено, болевой эффект часто сопровождает подобные манипуляции, но в этом весь цимус мы достигаем того, что разрушается внутренний неправильный протокол, который был в течение огромного периода в голове восстановлен благодаря стрессам, неправильного образа жизни, питания, чего угодно, высвобождается энергия, она уже не двигается по старым протоколам, имеющая отношение к пережитым эмоциональным состояниям стрессов, энергия высвобождается, и человек в этот момент входит в состояние, ну, если хотите, близкое гипнозу, он релаксирует, это глубокий релакс, мозг уже не думает о сиюминутных мыслях, он уже не бегает как обезьяна с одной ветки на другую, вспоминая, что было, что ему надо сделать, энергия начинает перераспределяться по каналам среди чакр, это и есть процесс, который можно назвать саморегуляцией, самоустановлением, с этим связана основная хитрость восточного массажа, он делается всегда в одежде, в комфортной зоне человека, и в течение длительного времени прорабатывается все тело, каждый сустав, каждая мышца, вне зависимости от групп, насколько она сильно важна в повседневной жизни, в обиходе, она должна подвернуться определенной массажной технике, цель которого скручивание, то есть напрячь ее и высвободь энергию, разрушив эти паттерны, естественно, от одного сеанса мы не избавим человека и от кучи болезней и всего остального, но мы не говорим в данном случае, что болезнь это мышечный аппарат или мышечно-суставной аппарат, мы говорим о том, что болезнетворные факторы накапливаются во всех органах, во всех системах и в гуморальной системе в целом, и постоянно практикуя для себя массаж, человек действительно способен исцелиться от тех болезней, о существовании которых он даже не знает, но и о вполне зримых болезнях также может исцелиться без лекарств и каких-то дополнительных вещей. Да, очень интересная точка зрения. В современной медицине существует несколько понятий, помимо состояния здоровья, то есть это наши внутренние органы, какие-то хронические заболевания, и есть еще понятие качества жизни, то есть это состояние нашей психоэмоциональной сферы, да, и вот достаточно редко обычная медицина касается этой части человека, получается, что тайский массаж работает как с непосредственно телом, так и с нашими эмоциями. Да, это стабилизирующая система для психоэмоционального статуса, который нужен всем, возьмем миллионов автовладельцев в нашем городе. Мы знаем, что больше 50 лет назад доктор Селье доказал жизненность своей теории, когда гастрит возникает в результате стрессов на дороге, гастрит так называемых шоферов, водителей. Вот, пожалуйста, а сколько офисных сотрудников ежедневно подвергают себя стрессу и стрессу тех, с кем они имеют отношения по бизнесу, деловые. К сожалению, рецептов наша медицина, кроме выпить лекарства, таблетку, никаких не предлагает альтернатива традиционных восточных техников в тайском массаже. Быстро, эффективно и для организма абсолютно безболезненно, то есть без побочных эффектов. То есть получается два в одном. Человеку не нужно ходить ни к докторам при наличии каких-то функциональных нарушений, ни к психологам для того, чтобы производить психокоррекцию. То есть он сможет просто зайти на тайский массаж и частично или полностью решить свои проблемы? Я не хотел бы, чтобы эта научная передача на самом деле была рекламой. Пусть люди убедятся в правильности слов путем испытав на себе технику массажа и, второе, пройдя самостоятельно курс обучения. Для этого не надо ставить планы стать массажистом и зарабатывать деньги. это то, что называется еще у нас в Европе телесно ориентированными практиками. То, чего не хватает сегодня городскому жителю. Мы все хотим больше к себе внимания, больше отношений, а любое внимание мы можем получить только либо изредка приходя в гости, либо где-то в ресторане. И какой человек переживает удовольствие и раскрепощение, когда он попадает в среду людей, которые практикуют ту или иную технику, ориентированную на тело. Неважно, это Таиланд будет, это Индия будет, что бы это ни было. Вот об этом мы и говорим, что научившись для себя, мы создаем другую ситуацию по жизни, другое измерение. Мы можем помогать своим близким, а можем иметь новые контакты с новыми людьми и общую пользу и эмоциональную, и интеллектуальную, и физического плана. Получается, что тайский массаж достаточно универсален. То есть его можно применять и на близких, и на пациентах, и на друзьях, и на знакомых. И мы решаем массу положительных проблем и для себя, и для окружающих. Абсолютно верно. Спасибо. Хотелось бы еще отдельно остановиться все-таки на тех эффектах, которые вызывает тайский массаж. Как Вы уже сказали, Борис лимфодренажные противоотечные действия за счет выброса биологически активных веществ. Это и гормоны удовольствия эндорфины и энкефалины талямуса, которые благотворно влияют на кровотворную систему. Это и гормоны надпочечников. Вот как раз за счет этого улучшается лимфодренаж и снижается вес. Плюс конечно это иммуностимулирующий эффект, который крайне актуален в наше время, при том высоком уровне иммунодефицита у населения. Ну и какие же еще эффекты, как Вы считаете, вообще показания к массажу можно вспомнить? Ну о методе лечения всегда можно судить либо по его широте аспекта применения, либо по противопоказаниям. Здесь с целью экономии времени проще сказать, кому нельзя применять тайский массаж. И как ни удивительно кажется, что список достаточно короткий действительно по витальным заболеваниям, такие как онкологические болезни, и то в общем-то в третьей-четвертой степенях, каких-то генерализованных процессов со стороны кожной системы, то есть повреждения связанные с различными заболеваниями, мокнущими экземами, травма кожи, травма суставов и мышц в раннем этапе, постинфарктное, постинсультное состояние в самом раннем периоде их развития, острые шизофернические состояния, которые вообще ограничивают деятельность любого врача, кроме врачей психоневрологических диспансеров и клиник, то есть по сути люди, которые специализируются на подобного рода целительства, они имеют самую широкую аудиторию для применения своих способностей. Ну, я бы, обобщая тезисы Бориса Олеговича, я бы хотел сказать, ну, все те состояния, которые, противопоказания, да, что все те состояния, которые являются жизнью угрожающими. Совершенно верно. Не важно, да, конечно, что это там, как это, гипертонический кризис, диабетическая кома, потеря сознания, ну, в общем-то, при этих состояниях нужна помощь уже врачей-профессионалов. Не важно, скорая помощь, хирургия, реанимация. Вот. Ну, далее, как уже сказали, конечно, онкология, совершенно с вами согласен. Какие-то кожные заболевания генерализованные. Обращаю внимание, конечно, огромный плюс в том, что тайский массаж делается в одежде для пациентов. Конечно, многие те незначительные кожные заболевания, которые есть у некоторых людей, они не ограничивают использование тайского массажа, так как нет открытых участков кожи. Ну, конечно, острое состояние, как уже сказали, это повышение температуры, повышение давления. Наверное, все-таки, если брать какие-то свежие переломы, протезы, ну, потому что, например, весь тайский массаж на растяжках, можно просто оторвать искусственную ногу или руку. Ну, наверное, какие-то специфические состояния, как-то туберкулез, не будем о нем забывать, сифилис и другие инфекционные заболевания, системная красная волчанка, лепра, конечно, когда также нужна специализированная врачебная помощь в закрытых учреждениях. Ну, и не будем забывать о беременности, потому что здесь больше юридический аспект. Да, идет гормональная перестройка организма и обмена веществ у беременной женщины. Вот, может быть, тайский массаж нужен или может быть не нужен, но все те осложнения, которые будут происходить при сеансе тайского массажа, будут списаны именно на тайский массаж, а не на осложнение самой беременности, поэтому мы бы не рекомендовали по возможности, конечно, нашим слушателям связываться с беременными женщинами. И с прокуратурой. Но самое интересное, что для людей, которые глубоко владеют практикой тайского массажа, не ограничены воздействия энергетического плана. Они могут оказывать поддержку и помощь людям благодаря работе с внешними энергиями, внутренней защитой энергии и работой с чакрами и меридианами, не проводя серьезных манипуляций с техникой скручивания и воздействия по типу мышечно-сухожильного релакса. Соответственно, все зависит от нашей компетентности, от наших способностей, от степени развития. Полностью с вами, конечно, согласен. Опять же, возвращаясь к релаксации, все мы стремимся к расслаблению тем или иным способом. Ну и тайский массаж достаточно неплохой доступный способ, как это достичь. То есть, наше психоэмоциональное состояние или качество жизни мы можем улучшить с помощью тайского массажа. В общем-то, те пограничные состояния, неврастения, реактивные состояния. Синдром хронической усталости. Да, синдром хронической усталости. Они, конечно, характерны практически для каждого жителя мегаполиса. Как говорится, помоги себе сам, помоги своему ближнему, научи его или, как минимум, покажи, где его научат. Мен сан инкорпори сан в здоровом теле, здоровый дух. Спасибо.